Здравствуйте! Итак, мы уже умеем делать простые объекты при помощи инструментов, но иногда нам нужны, чаще всего нам нужны объекты более сложные. Сейчас мы рассмотрим, каким образом можно создавать более сложные объекты. Например, у меня есть объект, который состоит из двух частей. Это эллипс и я использую ломаную линию для того, чтобы нарисовать такой вот зеленый хвостик. Приблизительно ягодка. Как мы знаем, мы можем немножко подредактировать этот объект для того, чтобы он выглядел более подходящим образом для нас. Сейчас это два объекта, по сути дела, и если я захочу, например, скопировать этот объект, либо каким-то образом распространить его, то у меня могут возникнуть проблемы. Проблемы какого рода? Ну, все части будут отдельно действовать. Если я сейчас потяну за какую-нибудь часть, то у меня объект развалится. Мне бы хотелось, чтобы это стало единым объектом. Для этого я использую группировку. Сначала я должна выделить все части, которые я буду сгруппировывать. Для этого есть несколько способов. Способ первый, я последовательно щелкаю на объектах, удерживая при этом нажатой клавишу shift. Вот сейчас с shift у меня выделились сразу два объекта. Есть второй способ, на мой взгляд, более удобный. Я просто обвожу рамочкой оба объекта и отпускаю. Вот они у меня выделились. Следует обратить внимание на такой момент. Если при выделении, хотя бы маленькая часть, вот маленькая часть красного круга у меня сейчас не вошла в рамку, все, он уже не попадает в выделение. Для того, чтобы объект попадал в выделение, он должен попадать в рамку целиком. Итак, я выделила оба объекта, зашла в меню объект и выбрала пункт сгруппировать. Теперь это у меня один сгруппированный объект. Обратите внимание, все составные части объекта сохранили свои свойства, цвета, размеры и так далее. Просто мы склеили эти объекты. Процесс обратимый, можно также зайти и разгруппировать это обратно. Еще один способ создания более сложных объектов, это логические операции над объектами. Я создам два объекта. Для наглядности они также будут разного цвета. Вот один у меня немножко заходит на другой. Я выделю два объекта и зайду в меню контур. Давайте рассмотрим, каким образом работают вот эти вот инструменты. Сумма, разность, пересечение и так далее. Сумма. Произошло слияние двух объектов. Теперь это вообще один объект, никакой границы между частями не осталось. Обратите внимание, у объекта один цвет, то есть составные части утратили свои цветовые характеристики. Цвет взят от того объекта, который был создан раньше. Вот он, пожалуйста, ведет себя как отдельный объект. Следующая, я верну обратно. Следующая операция, которую мы можем сделать, это разность. Работает следующим образом. Как формочкой верхним объектом мы вырезали часть от нижнего. Верхний объект при этом исчез, а от нижнего осталась определенная часть. Я отменяю это действие и пробую следующее. Следующая операция, это контур пересечения. В данном случае осталась только та часть, которая попадала в оба объекта. Все остальное у нас исчезло. Следующая операция, это исключающие или. Она работает обратно к предыдущей, то есть наоборот, там где у нас было пересечение объектов, получается отверстие. Можем убедиться, что да, действительно здесь у нас отверстие. Через него все видно. Отменим. Для того, чтобы корректно попробовать и понять, как работает вот это, мы разделили. У нас куда-то пропал верхний объект, а нижний вроде бы не изменился. На самом деле это не так, потому что по факту произошло вот что. То есть мы верхним объектом разрезали нижний объект, при этом верхний объект пропал, а от нижнего остались обе части, оба обрезка. И для того, чтобы корректно продемонстрировать работу оставшегося инструмента, я зайду в заливку и обводку и добавлю моим объектам обводочку. Так, придется сделать это последовательно. Я сделаю под толщей обводку, чтобы было заметно, что она у объектов есть. Все, теперь я продолжаю работать с объектами. Секундочку. Контур разделить. Контур. Вот что произошло. Объекты сами пропали, а нижний контур разрезался на части, верхним объектом. Итак, мы посмотрели, каким образом можно компоновать сложные объекты, используя простые графические примитивы. Следует отметить, что все эти операции, за исключением операции сумма, работают только с двумя объектами. Если мне нужно отрезать что-то с двух сторон, я не могу сразу положить два объекта и отрезать. Мне нужно выполнять это последовательно. А вот операция сумма, она работает с любым количеством объектов. Есть еще один способ получить объект другой формы. Мы уже использовали второй сверху инструмент, который называется «Редактировать узлы контура и рычаги узлов». Но если мы попытаемся применить этот инструмент к какому-либо объекту, который у нас создан с панели инструментов, то у нас ничего не получится. Вернее, получится, но этот инструмент работает точно так же, как работал бы инструмент создания объекта. То есть ничего нового он нам не дал. Для того, чтобы этот инструмент корректно заработал, нам нужно кое-что сделать с нашим объектом. А именно, мы должны зайти в пункт «Контур» и преобразовать контур в кривую. Контур «Оконтурить объект». И вот теперь наш объект начал работать совсем по-другому. Когда на него воздействуют инструментом редактирования узлов, у нас получается совсем другая картина. Я могу добавлять эти узлы. Смотрите, штанги, знакомая нам вещь. Здесь у меня разрыв получился. Ничего страшного, я сейчас его исправлю. Я могу здесь добавлять какие-то узлы. Вот я взяла сейчас и добавила три узла. Теперь я могу сделать вот так. Узел добавляется двойным щелчком на контуре. Вот, пожалуйста. Здесь у меня произошла небольшая авария. У меня произошел разрыв контуров. Ничего страшного, потому что давайте посмотрим на панель свойств. Здесь есть разные операции, которые я могу воздействовать именно на узлы. В частности, я могу выделить эти два узла и вот из двух сделать один. Я сшила выручку в моем объекте. У меня получился нормальный цельный объект. Вот, пожалуйста, я получила объект, которого раньше у меня не было. Это еще один из способов создания объекта сложной формы. Ну и не стоит забывать, что у нас есть инструмент карандаш, который позволяет нарисовать любой объект от руки. И инструмент кривые безе, который также позволяет нарисовать какой-либо более сложный объект, который впоследствии можно заливать и который впоследствии можно редактировать. Напомню, что объект, который нарисован при помощи кривой безе, доступен для редактирования сразу, без предварительного оконтуривания. Спасибо за внимание. В следующем уроке мы рассмотрим, каким образом можно дублировать и клонировать данные объекты. Продолжение следует...